Накануне в ходе рабочего визита в Уйджикутинский район глава Карачао-Черкесия Рашид Тимрезов провел встречу с жителями. Она длилась недолго, но с пользой. Прием граждан прошел в средней школе аула Старой Джигуты. Альбина Ламкова продолжит тему. Перед встречей с жителями из Джигутинского района для главы республики директор среднеобщеобразовательной школы аула Старая Джигута Кулистан Дудова организовала экскурсию. Надо сразу сказать, что атмосфера уюта, тепла впечатлила всех без исключения. Глава республики Рашид Тимрезов подчеркнул, что многим нужно перенять опыт организации и создание таких условий, как в этой Старой Джигутинской школе. Библиотека, которая не пустует, биография тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, были представлены и гостям. Своя история у каждого солдата на стенде. Они хранят память. Здесь героями-земляками гордятся и всегда вспоминают их доблесть. Время обеда. Главе региона предложили посмотреть и меню блюд, приготовленные поварами школы для детей. Гости вместе с детьми попробовали еду школьной столовой. Оказалось, что обед не только выглядит аппетитно, но и вкусный, сбалансированный. Конечно, приятное общение с детьми можно продолжать долго, но по плану прием граждан. Люди ждут. У всех разные вопросы, некоторые личного характера. Так многодетная мама Марина Хабчаева обратилась к главе с просьбой. Твоя дочь записала в музыкальную школу, но, к сожалению, инструментов не хватает. Поэтому хочу попросить вас рассмотреть мою просьбу в приобретении музыкального инструмента, а именно гитары. Гитару приобретите, передайте и подарите. Ну что это? Интеллектуально подойдем и решим. Затем Татьяна Миронова из Усть-Джигуты обратилась с просьбой о строительстве детского сада в связи с его отсутствием в микрорайоне Горный. Вопрос взят на контроль Министерства образования Республики. В рамках реализации национального проекта «Демография» запланировано строительство нового дошкольного образовательного учреждения на 80 мест. На приеме граждан тут же на месте, после поступившей просьбы жителя, главой региона было принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле «Новая Джигута» в 2022 году. Ну, манав, устраивает такой? Все, давай, забыл. Вопросы касались и сферы здравоохранения. У меня такой вопрос. Строительство районной поликлиники на территории больницы в городе Джигута планируется? Ну, будем стараться, да, к тому, чтобы в следующем году начать строить. В принципе, Карачаевск мы за два года построили. Уже рука набита, можно будет за год его построить. Также в этот день было принято решение о ремонте спортивного зала первого лицея Усть-Джигуты и открытии точки роста в ауле «Эльтеркач». По времени встреча была недолгой, но результативной. Решение вопросов и их реализация будет осуществлена ведомствами в установленные сроки в день приема граждан. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Усть-Джигутинский район.